всех приветствую кто попал на это видео меня зовут веган христолюб и мы с вами сегодня рассматриваем очередной ответ на вопрос людей убивающих людей пожирающих их трупы почему я не веган вернее я не веган потому что сегодня у нас десятый ответ или оправдание этих людей звучит он следующим образом растение тоже чувствует боль я не веган потому что растение тоже чувствует боль вы в общем-то веганы тоже проповедующую любовь эту любовь не 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 являйте не исповедуйте потому что убиваете растения растение чувствует боль вот на раз я став веганом все равно буду творить зло то тогда я вообще не буду веганом будут творить уж зло по максимуму что-то наподобие если более расширенно сказать такое слышит веган постоянно ведь у вас такая картинка на экране овощи с плакатами на митинге веганы само зло жрите мясо у меня тоже есть чувство будьте честны с зеленью картоха рулит но и подобных мемов я даже не знаю кто их делает то ли сами веганы способны смеяться отчасти сами над собой ну или вот может быть для таких вот каких-то записей постов либо это делают конечно же убийцы трупожоры посмеявшись хоть желая посмеял посмеяться над веганами да ну не суть важно такие картинки есть вот одна из вас одна из них у вас на экране я читаю тексты известного веган активиста из англии это землянина всем рекомендую его контент к рассмотру в оригинале на английском или в переводах на ваши языки но я пользуюсь просто его книжкой его текстами у нее есть ролики по этим самим текстом тоже но я ими пользуюсь и еще добавляю кое-что от себя растение тоже чувствует боль ну кто из веганов не слышал это да почему веганам плевать на права растения они ведь тоже живые в конце концов веганы убивают растения ну я уже об этом тоже разными другими фразами говорил и такие фразы я слышу постоянно и это даже забавно ведь до того как я стал веганом я никогда не думал что растение чувствует боль и способны страдать здесь знаете раз можно оговориться как будто из этого можно сделать вывод что когда из нас мало кто родился если рождаемся мы все веганы думал кто с детства веганы да только кому посчастливилось у родиться все все в семье веганов те конечно же веганы с детства таких людей единицы к сожалению потому что зачастую даже веганы какие-то непонятные веганы что даже своих детей не растят в веганстве да в любви к животным ну или как всегда в лицемерной до этих любви этих не люби ну и я не буду навязывать своему ребенку но во сколько ты не будешь если ты уже стал когда ребенку 16 может конечно не будешь навязывать а если твой ребенок от младенчества ты не навязываешь а прививаешь ему добро это огромная разница и по поводу вот здесь очень хорошая мысль уеда на самом деле насколько бы она банальна или такой скучный незаметный не казалось я хочу на ней ведь и остановиться вообще запись еда они читают очень быстро но в устах такого как я не раздуваются в часовые видео так вот по поводу до и после да действительно когда ты живешь в мире убить труп ожоров и сам таким являешься тебя не возникает мысль что растение чувствует боль а что животные чувствуют боль знает каждый весь мир в принципе проповедует любовь к животным только какую любовь как я только что сказал ни для кого не секрет мы все живем с вами на одной планете я не из космоса и вы тоже какую любовь лицемерно этих люби этих не люби в одних странах кошечек собачек люби а вот коровку и свинюшку убей пожалуйста из другие страны где и кошечку и собачку можно убить но можно других то других то любить пан там или щек в китай панда является символом страны здесь никто их не убивает а вдруг а у пожалуйста в россии убивают медведи законно да вот вам лицемерие и действительно что когда ты живешь в мире убийств труп ожоров и самых являющихся ты не задумываешься что растение ни у кого у здравого человека из у него с головой все в порядке в принципе у него не возникает такой мысли что он реже огурчик срыва срывай его причиняет ему боли страдания но когда кто-то вдруг выделяется из толпы и действительно решает отречься от лицемерной любви к животным до превратя ее в настоящую в любви ко всем живым существом всех видов на земле которые действительно чувствуют боль и он это видит слышит ощущает до имея глаза уши руки обоняя какая вонь идет от трупа и какая какой волю даже зачастую нельзя назвать у кого портятся овощи и фрукты кто не ощущает какую твой никакую они просто съезживаются но из конечно их совсем в кучу там не навалять все вместе да тогда это это перегной на ямы нормально на улице не воняет кто знает понятность и дома свалил все подряд там хотя кто знает вот тот же сам погреб у меня есть да даже когда там портятся какие-то же овощи нет никакой вони такой как уйдет от трупов животных никогда ну максимум тебе может быть неприятно какой-то небольшой запашок это овощи фрукты они не воняют даже когда они скажем усыхают и хранятся в принципе при естественных условиях да и вот действительно мы об этом не задумывается когда кто-то выделяется и становится веганом из любви к животным настоящей любви сразу убийца труппажоров появляется нелепой на самом деле действительно аргумент хотя его разобрать стоит я поэтому этим и занимаюсь что если там растение тоже есть чувство они испытывают боль доказать естественно убийца труппажоров не можем не могут я принципе коснусь сейчас так называемых есть фильмы тоже какие-то там типа ученые вот там посмотри как они исследуют ученые без ума и сердца ничего не значит их не их не исследование все это глупость научный мир зачастую просто безумен кто занимался или увлекался хоть как-то наукой каким-то изобретением вообще наука в любых сферах наука она же разносторонняя так скажем есть и политология тоже науку да кто просто углю влюблялся в любую тему тут понимал что наука зачастую очень лживая а то и на 95 процентов современная наука более того опровергает предыдущую на которой строилась там все мироздание грубо говоря да ничего наукой много тысяч лет называл что земля там плоская час она шарообразная и ничего живем дальше живем на одной той же земле наука это такая вещь поэтому тоже там что-то ученые куда-то там тычут видят какие-то молекулы точнее о чем не говорит мы к этому конечно же в конце вернемся что у человека есть достаточно богом данных ему всем ученые они уже в неравенстве находятся с людьми да у него есть какие-то микросхопы знания он отучился там сколько-то лет в институте в университете да сейчас там в лабораториях что-то якобы исследует и что-то якобы доказывает а бог дал каждому человеку возможность познавать добро и зло через вот эти вот вещи которые все у нас есть глаза уши рот руки нос через запахи все это есть сердце и мозги они есть у каждого человека для этого не надо быть ученым не надо где-то быть в лабораториях это очень важно тоже да вот этот момент то есть до этого я никогда это не чувствовал то есть когда я нахожусь в нормальном состоянии меня не было вопроса я в конце или сейчас не знаю сказать то есть я я хочу еще один ролик записать по сыроедению потому что я на своем пути уже встречал сыроедов которые не просто из каких-то действительно побуждений мы сегодня об этом кратко и все-таки коснусь да мой формат ведь я люблю просто говорить я не пытаюсь кит рамки влезть я стараюсь отдельные ролики отделить конечно же все по плейлистам собрать по разделам но при этом в каждом ролике 2 достаточно обширные темы частности здесь я все равно кратко скажу по поводу сыроедения да конечно мы можем опереться в сыроедение на ту же самую первую главу книги бытия который мы сегодня будем вспоминать мы можем опереться там на здоровье на пользу сыроедения мы можем опереться на много на что да и в частности вот я слышал такое сам лично я об этом задумывался вот опять же здесь я сейчас не хочу никого так скажем принести этим я действительно тоже задумывался да вот термическая обработка она приносит боль растениям но я такой слышал я слышал такой от веганов христиан даже и одно дело я задумался об этом как разумный человек призванный богом почему к совершенству к познанию добра и зла в полноте но я не пришел к этому я объясню почему в этом ролике я об этом не буду говорить иначе он очень большой получится я думаю следующим роликом записать вот уже я сыроед или я потому что нельзя на я бы хотел в одном знаете так скажем русле плейлиста назвать вообще этой тематике по которой я пишу вот эту серию роликов не веган потому что можно было назвать назвать не веган а сыроед потому что ну сыроед он он в принципе веган уже просто он как бы даже мускай дальше пошел да я еще не знаю как я назову и просто можно было вообще написать записать серию роликов я сыроед или фрукторианец опять же фрукторианство этот раз немножко вещи до сыроет это все есть но сырое и овощи а фрукторианцев но он только фрукты те же сам есть даже овощи не ест вот хотя там тоже разные люди есть все очень и знаете я всегда вы знаете я живу по заповеди иисуса сотвори и научи да я конечно же практиковал и сыроедение и фрукторианство все но не находя в этом пользу за короткий период кто-то может сказать ты просто не дошел до чего-то как это тоже частенько любит говорить и это может иметь место быть но в своем случае я не могу сказать что я не дошел до этого я бросал в основном всегда что-то за ненадобностью познав ненужность этого и в принципе шел так скажем до конца но конец у каждого свой кому-то многие вещи про то же самое веганство меня окружают лично христианство внесистемное христианство заповеди божьи о любви к ближним что поступать им так как поступать с тобой до многих доходит годами я уже на личном опыте проповеди знаю живого личного общения вот поэтому здесь у каждого просто периоды разные и кому-то надо десятилетия может быть чтобы дойти до чего-то кому-то два дня достаточно это тоже очень важный момент что нельзя здесь в плане судить оценивать жизнь человека какие-то его методы вот так формально математически да здесь нужно живое суждение правильное вот по какой по плодам искал по делам судите я может быть кратко коснусь все равно тема интересная и она немножко чтобы здесь тоже была раскрыта что касается то что я говорю и она не закончил мысль на что я слышал ответ на христиан о чем и сам задумывался что я не употребляю не делаю термическую обработку я сразу потому что растению действительно больно и я я как бы я не 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 сильно пытался этими людьми дискутировать свое время когда такие мне встречались но в уме я понимал что это идет как раз конфликт вот этих вот двух вопросов что я что я не веган потому что растением чувствует более значит они такие же животные значит какая разница убивая свинюшку или яблоко тогда к чему надо либо все перестать убивать к чему веганы говорит я полностью прекращаю творить зло относительно животных убивать их эксплуатировать сдирать с них кожу проводить над ними опыт и т.д. 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 любоваться на них в церкви в цирке церкви для них это до религия в которой человек дьявол в цирке для животных зоопарка и так далее идет особенность это веган действительно я понимаю что этот вегана еще если христианин из чистых побуждений якобы это пытается делать и говорит но но я просто было всего несколько раз я так может быть сказал как будто прям на каждом углу встречается нет тут веганов христиан по пальцам перечесть я говорю в основном я знаю только кто через меня к этому дошел ну и несколько людей я встретил уже которые так скажем такие тоже бог открывается в разных местах нашей планеты людям и люди сами естественно тоже открывают богу свои сердца и бог их касается и все они хорошо получается они в боге и бог в них но это редкость это многих я вижу просто в интернете может быть из оппозиционирования себя с веганском христианском ну и с некоторыми общался и вот вот это вот получается просто противоречие я тогда как бы не с ней не дискутировал с человеком не видел смысл хочет он пожалуйста это знаете как действительно любят там труппажора веганом говорить это ваше дело чу есть чу не есть не хотя я у нас чуть ли могло не возникнуть потому что вот именно этот человек начинает утверждать веган сыроед сейчас неважно христианин даже уберем чтобы не удлинять его определение веган сыроед он утверждает или просто сыроед но принципе веган все-таки да то что я знаю что она только пытается ли он там или еще что-то и они как бы все-таки давит что ты меня тоже хочу уйти от термической обработки потому что мне открыто что вот растение действительно тоже чувствует боль в кипятке да допустим жарясь и я как бы тогда говорил что понимаешь мы когда с тобой об этом разговариваем ведь я тот человек который стремится к совершенству я слушая тебя даже этот беседа я должен сделать вывод что я грешник что я делаю неправильно я неполноценен в любви мне надо разобраться а я-то считаю себя не считаю не просто тоже не хочу считать как очень любит таким как я тоже тыкать в какой-то гордости нет я рассуждаю просто для меня эти вопросы тоже открыто я как бы исследовал но я просто тогда может быть не вступил в какой-то диалог пару моментов было возможности такого чтобы понять разобраться этого моменте но я так понял человек тоже не готов я это грехом-то не считаю поэтому я не на кто знает когда я за веганство топлю стру пожаром тут я готов он не готов какая мне разница как иисус сказал я знать не знаю какое семя даст плод да я топлю кто знает со всеми готов он не готов а тут-то я понимаю что с моей стороны то что он не и он пытается от термической пищи отградиться я понимаю что это не грех поэтому мне его убеждать что можно ее есть мне нет смысла никакого он и так не грешит это что он действительно себя ограничила термической пищи обработанные термически это как и трупажор смотрит на веган и все время пытается в терять что типа вы едите никому не навязывать это дело и лично каждую чу есть чу есть дело лично каждому всегда говорил тот же самый веган ты муж есть кто-то апельсина кто-то мандарин кто-то ничего там не есть тут одну гречку лопает с картошкой дело лично каждого действительно это еда это выбор еды кто-то кулинарит кто-то все в живую цельными ест это дело лично каждого кто-то эти пюрешки что-то готовит особенно в семьях детям мужу жене я как он человек одиночка можешь сказать без там семьи без личные даже родители там рядом допустим нет никого то есть я ем то что я хочу то что я ем как-то меняют там и мне много не надо да я понимаю что в семьях разнообразие где гости какие-то праздники там устраивают там конечно и кулинарии присутствует то есть все вот это вот разнообразие и слава богу и ради бога да это здорово это радость жизни радость вкуса радость наслаждений и пожалуйста бог создал человека для радости но когда главное греха чтобы не касалось а грех в чем вот насилие убийство страдание смерть до поэтому вопрос очень важный я его коснусь в следующем видео обязательно пусть я пока точно не знаю и целую серию ролик в каком-то сыроедении фрукторианство я не хочу записывать и даже не знаю это надо либо серии тогда надо все-таки закончить вот эту я не веган потому что относящиеся к людям убийцам трупажором чтобы их привести к истине счастью к радости и любви а уж потом записать там по сыроедению может быть по фрукторианству какие-то может быть там действительно не одна тема мне еще всплывет в голове просто не готовился и тогда не только сейчас кто-то конечно последовательно мои ролики смотрят им это интересно все понятно а кто-то выцепит эти ролики где-то он будет непонятен в каком контексте уж назвать их там я не сыроед потому что то что там тоже есть несколько вопросов то же самое по фрукторианству допустим да так что вот так вот так что по поводу растений это конечно же читаем в общем дальше да для начала действительно рассмотрим утверждение с научной точки зрения у растений нет мозга нет центральной нервной системы а ну и теперь как бы мы переходим поеду я немножко отвлекся ведь у него столько нет это я уже от себя говорю но я пользуюсь его текстами чтобы какую-то у нее тоже есть интересные очень интересные мыслим прекрасный проповедник от бога просто я многому не тоже в свое время даже получился у растений ну и почему с научной точки зрения да да действительно подумаем у растений нет мозга 1 центральной нервной системы очень важно я добавлю это у это тут нет у них нет сердца вот у любого животного реально у любого животного практически даже у рыб очень похожее строение тела возьмите дельфинов китов до крупных мелких как ракообразных возьмите мне даже строение тела у них есть рот там они едят прежде всего до какую-то пищу них есть пищевод у них есть верю какие-то там мозги у них есть голова них есть туловище пусть они немножко мы все разные но это все присутствует все живы лю все живые существа обладающими живыми душами как и написано в первой главе книги бытия сотворенных летать плавать ходить бегать у них есть тела эти тела потребляют пищу через рот пусть этот рот у всех немножко разные там зубы но и сходство очевидное да это очень важно вот в эту тут не написано про сердце да то что это органы тот же самый рот кстати можно действительно это уже более еще внешне но это все присутствует нос которым они нюхают и выбирают пищу точно скажи так же как и мы с вами а это значит нет болевых рецепторов а это значит что с научной точки зрения у них нет способности чувствовать боль у людей и животных способность чувствовать боль необходимо да это уже тему ну ладно давайте дочитаем людей и животных способность чувствовать боль необходимо для того чтобы избегать опасности и ситуации угрожающей жизни растение не способны на это они не могут избегать опасности убегать в случае угрозы для жизни а это значит что с точки зрения эволюции у них нет необходимости чувствовать боль у человека есть много так я вот по поводу конечно тут это дело не в том что он может быть не то что не до раскрывает тем он может сам все понимает но я бывает не в каждом ролике могу все сказать что-то забываю по поводу всех чувств вообще человеческого строения ну кто давно смотрит и знает мои ролики и понимает вообще суть бытия человек создан не для того чтобы и даже все ему чувства даны не для того чтобы он чувствовал опасность и убегал хотя тут это об этом и говорит и в этом мире в грешном мире в мире после сотворения богом неба и земли и всех нас и всех живых существ для чего для познания радости счастья и бытия благо бытия одним таким двусоставным сложным словом выражается греческим благо счастье благой жизни благо бытия для познания этой вкушение и ощущение просто переживание радости жизни нам и даны все органы и в раю кто смотрел мои ролики о плоти и в раю и в небесном царстве у нас останется мечтаю вечности тело до бессмертности те же самые органы чувств мы все будем чувствовать одними и теми же чувствами глазами возьмите органы восприятия сначала глаза нос рот уши руки тактильная кожа до одни и те же органы они смотрят и на на зло и на добро он не чувствует и вонь и благоухание руки чувствуют и наслаждение поглаживая кого-то что-то мягкое приятное там и наоборот обжигают чувствует боль сами по себе глаза уши нос руки они не хороши и не плохи вопрос что мы через них получить получаем удовольствие через благость какую-то да или страдание через какое-то зло через боль через эти органы нам причиняем и ну и понятно между ними еще глазами есть как кто в компьютерах соображает есть кто-то кто обрабатывает информацию наш куда-то поступает есть нервная система есть ум есть сердце все это связано ведь ведь от этого через нервную систему через нервное окончание как говорит через эту плоть молекулы как-то все куда-то поступает пусть в сердце или в мозг все это в мозгу обрабатывается и какие-то гормоны выделяются либо страха либо наоборот счастье все это в это вдаваться вообще знаете мы просто есть кто занимается вот это вот научностью я говорю я вообще это вещей не понимаю мы просто есть счастье жизни вот она умным надо стать человеком не в плане познания математики или физики а умным каким добрым умный человек тот кто творит добро это умный человека говорит вот дурака который там бьет кого-то собаку как вот идиот вот дурак вот это действительно у нормальных людей даже по жизни слова ум ассоциируется на самом деле с добротой но не идиот же который шагом делал какую-то глупость дурой зло какое-то да берет там что-то будку ломает телефон на как мы в детстве друзья у меня там любили чем мне конечно в детстве понятно и сам мог немного по дебоширить ну вот был дураком да это очень важно да тоже я об этом говорил кто слушал давно кто хочет найдите эти ролики о теле и плоти или пропишите в комментариях я вам дам прямые ссылки это очень важно и вот действительно то что у животных у растений это вообще ничего нету но нету вот этого я понимаю трупажор которые вообще просто принципиально из похоти чрева не собирается бросать это дело эти убийства это зло и будет смотреть мой ролик не знаю вообще почему и как он досмотрит до этой минуты да у него просто просто похоть его настолько за захватил этого человек просто похоть чрева ведь удовольствие тебе доступны ты будешь точно такие же удовольствие испытывать покупай себе купи себе экзотических каких-то надоело картошка ну купи себе манго она стоит все равно любой экзотический фрукт стоит дешевле того же самого мяса но не если есть какие-то супер дорогие так есть и любые там не веганские продукты тоже за огромные деньги вот и в зависимости от производства от бренда понтов от чего только нет ну или действительно потому что тебе откуда везут оленианин калька чего там оленианин с севера до какой-то супер там пупер или какую там рыбку супер супер заморскую то есть там все аналогично но ты можешь пожалуйста себе покупать все что угодно ты же будешь испытывать удовольствие это просто похоть похоть на пути который вот кто такой трупажор убийца это просто похотливый человек кто заметил мои комментарии где я дебаты виду все всегда об этом говорю это просто элементарная овладевшие человеком похоть чрево похоть чрево причем настолько ослепившие и просто убившие в человеке все живое что на чаше весов у которого лежит жизнь живого существа слезы страдания смерть для него уже не видит он не видит эту точнее более того самое страшное что он видит все это у него глаза как иисус говорил на вас бы не было греха если бы не видели они все видят у них есть глаза мы видим у них есть уши у них есть мозги и сердце он же не down сидит и все время в потолок смотрит нет ты видишь чтобы общается нормальный человек значит у меня из глаза уши мозги и сердце он все видит он просто настолько захвачен похотью что у него помрачается внутренние ум у него просто как иисус правильно сказал каменеет сердце это люди с окаменелыми сердцами безумные как иисус тоже выражался окаменелые люди все просто похоть чрево ничего за этим больше за трупожорством ничего кроме похоти не стоит почему я говорю хоть я все это и записываю эти ролики с разных сторон пытаюсь разобрать на самом деле за трупожорством стоит обычная человеческая похоть похоть эгоизму да ради свое удовольствие я готов на все я смету как бульдозер все на своем пути лишь бы своему чреву доставить одно из миллионов удовольствий потому что удовольствие ты можешь получить сколько угодно в той же самой пище хотя ты не сидишь ты же не сидишь в 24 часа хотя вот такие люди которые раздуваются это те же самые люди которые просто жрут дофига просто жрут просто неповерно все эти толстяки которые жалуются у меня там диабет я смотрел про это ролики я общался с такими людьми на своем пути с десяткой это просто люди которые не отлазят от холодильника я это видел я жил с такими людьми по жизни приходилось где-то все эти папы вот с такими животами это люди просто не способны оторваться от холодильника они жрут постоянно все и вся это просто похоть с которой человек не хочет и не может хотя не может это очень легко от отговориться он просто не хочет он настолько погряз в грехе грех и тьма просто настолько им завладела что становится рабом к рабом как любой наркоман любой обычный наркоман алкогольный наркоман сигаретный там каких-то там анаши там или более сильных наркотиков просто наркоман просто наркоман то что он потом даже может быть осознает уже что это плохо и он все равно это делает якобы уже не способны от этого избавиться только похоть чрева все ничего большего конечно же причиняя нам эта боль мы хотим убежать от этого от страницы и тут и отправь просто не надо забывать что все эти чувства нам дают и удовольствие но опять же удовольствие полно не надо зацикливаться не надо превращаться в бессердечного идиота раба раба тьмы дьявола ты не имеешь права получать удовольствие за счет чьих-то страданий ни у одного живого существа на это нет никакого права потому что к себе бы ты такого не хотел но что ты хочешь жить в вечной радости как ты будешь жить в вечном благо бытие если вокруг тебя убийцы насильники и негодяи во всех смыслах этого слова как хотя при этом доступны миллионы удовольствия по поводу растений люди считают что вот если она растет и движется в нем вроде бы какая-то энергия в нем нет крови да это тоже принцип не зря в библии написано что в крови душа животного и человека до многие почему-то думают что если она растения она чувствует боль она живет на наших глазах растет трава деревья вырастают плоды созревает я вам приведу такую аналогию которая должна навсегда вам особенно веганов просто утвердить но и труппажором тоже кое-что сказать вот я человек у меня есть волосы бог дал мне такие две удивительные природы и ногти они растут до стрельгешься раз в месяц особенно мужчина да и женщина пусть и с длинными волосами но они уже начинают терять какую-то форму мы стригемся постоянно что мы делаем убиваем мы прямо отрезаем точно так же как отрезаем веточки от деревьев а там растений всяких там овощных фруктовых мы все это делаем прям ножницами представляете беспощадно режем себе ногти стрижем прям отрезаем ноготь вам больно нет меня когда стригут я испытываю даже удовольствие я засыпаю все время тоже когда по голове что-то ерзают меня на меня это работает как на массаж какой-то меня стригут мне все время начинает в сон клонять мне хорошо расслабляюсь что за голову среди ребят что-то там делают и меняет все время все время в парикмахерском кресле сижу и меня вот так вот в сон иногда врубает реально или вот так сижу еще глаза закрываешь потому что волосы летят и все и мне больно нет ногти я сам себя стрижу стригу ну кто будет себе причинять боль ногти и волосы реальные проекции богом данная человеку чтобы познать что такое растение не испытывает дерево более того мне всегда я пример вам с парикмахерством привел что мне доставляет удовольствие когда за мной ухаживают мне это доставляет внешнее удовольствие мне это доставляет тактильное даже удовольствие это доставляет удовольствие другим было другим тоже там внешне и потрогать или увидеть красивого человека но реально когда мне даже стригут и у меня даже приятно меня трогает мне приятно когда за мной ухаживают постригать мне ногти когда я жил там с девушками свое время да и мне там я сам могу да как я все сам могу не зря я одиночка дай живу но когда за мной ухаживает как я играл не раз рассказывал что что в раю что в небесном царстве всегда будет место любви несмотря на то что мы будем полноценными ни в чем не будем иметь нужду но любовь она всегда дает что-то сверху я сам могу себе заварить чайку но когда мне делает это кто-то и кто-то это со мной еще разделяет это совместное удовольствие тоже вместе со мной вы просто рядом сидим каждый пьет чай из твоих чашки нам это доставляет удовольствие это что мы не приготовили это что мы вместе это делаем это что я потом встану и наоборот уберу и помою кружку доставив удовольствие другому человеку бы не доставляет удовольствие доставлять удовольствие это парадоксальный круговорот любви в природе потому что бог есть любовь и он всячески во всем и вечности бегая по кругу и когда за мной ухаживали стыгли мне ногти мне не доставляла это страдание более того не доставлял это радость за мной ухаживают мне приятно ха отрезаем не ногти она не доставляет мне боль они живые да когда я испытываю боль вот я за волосы уже дергаю и мне больно почему потому что они кончиками припаяны к нервным окончанием потому что у меня действительно тут это правильно писал есть еще потом за ними нервная система мозги я все это обрабатывающие сердце все это тоже сердце как мозг умное сердце кто знает и все выражать которое из знания превращаются в чувство то есть я получив сигнал боли я его обработал ими со мной что-то случилось эндорфин как там как горит гормон радости вы выделился смен оборот погладили ведь я поглаживание тоже чувствую за счет не волосы волос вообще ничего не чувствует это я сейчас дергаю чувство возьмите волосок отдельно ничего не чувствуешь или вот это я его дергаю не сразу больно если у кого аккуратненько взять я говорю и начать отстригать я ничего не чувствую это важно понимать я чувствую только уже луковицами которые к нервной системе при при рощной ноготь который вон там уже уже к нервному кончанию мужик плоти крови присоединяет если мне его ломать вот так я буду кричать как это ногти эти иголки под ногти загонять да там пытки какие-то были загоняют ее не в ноготь а под ноготь где вот тут нервные системы это огромная разница нету овощей этого у фруктов у растений это цельная такая вот вот как ноготь просто сам по себе он же растет растет уж про то что растет явно рост не через нервную систему нравится то что все растет это вообще божье счастье это это чудо как мы называем растет это все из ничего как господь хлебы приумножал это просто из ничего все появляется как делится клетка конечно мы все по-научному там в огурец там вода поступила из земли что-то дон просто растет да просто он растет это просто чудо 1 как деление клетки из одной на две мы все с вами по биологии проходили это просто чудо это как раз все соответствует первой главе книги бытия и сотворил бог все из ничего не может из одной клетки в теории появится 2 они появляются две полноценные точно такая же из ничего вообще помните картинку по биологии она хоп отделяется и точно такая же становится она не уменьшается ничего ничем ниже она просто становится есть пример в природе бог видимо оставил огонь ты одну свечку другой подносишь точно такой же пламя появляется из ничего не уменьшая не умаляет а и не прибавляя к другому все это очень важный пример вот эти вот ногти волосы вам дадут очень хороший пример к растениями нет у них ничего у них вообще организм не похож на организм животных организм живой плоти в которой вдунуто душа дыхание жизни бога в животных тоже она вдунуто почитайте псалмы ну давайте я что-то затянул у меня на 36 минут и я тоже почти месяц ничего не записывал видимо у меня словесная идет да тут дальше это говорит хотя он редко обращается к религии к религиозникам почему я и с удовольствием по его текстам читаю и сам добавляю как христианин какие-то вещи и он тут хоть и подчеркнет эту мыс мы к ней еще потом сейчас чуть позже вернемся и он немножко с другой стороны раскрывает но тоже с правильным если посмотреть на это с точки зрения креационизма или религии и религии зачем доброму это вообще вопрос должен быть по идее убийственным для каждого трупажора убийственного его мышления зачем доброму милосердному богу наделять растение способностью страдать и чувствовать боль но не наделяет способностью убегать то есть здесь это продолжает вы поняли ту же самую мысль я хоть разделяю и сильно отклоняюсь вы можете все потом перечитать на моем сайте христалюк точка ру на странице ответы на вопросы и уже быстренько и прочитать если вы хотите познакомиться с записями и да и у нее есть соответственно видео но там в начале страницы тоже есть где все эти ответы собраны ну просто принципе о голосом озвучивать то что он когда-то писал я конечно не в таком формате пишу ролики и вопрос этот мы к нему еще вернемся и просто тут в одной в одной мысли это стоит ударение на вторую часть а мы потом вернемся опять к первой зачем доброму и милосердному богу любви как хотите по христиански наделять растения способность страдать и чувствовать боль но не для способности убегать ну вернемся еще раз это же только что говорил что у растений нет мозга центральной нервной системы нет болевых рецепторов значит что у них не способность чувствовать боль у людей животных способность боли необходимо для того чтобы избегать опасности ситуации угрожающих жизни растений от неспособны то есть нет продолжает эту мысль мы и как бы ее тоже не забываем подобные действия никак не со низ не соотносится с образом умного заботливого и любящего бога сотворившего все конечно это говорит об этом тоже эту мысль я и просто в конце еще раз вы знаете я как христианин топлю только заодно что суть всего мироздания суть бога который есть еще и личность и всячески во всем присутствует это любовь это природа энергия любви богу даже не надо быть умным бог это невеликий ученый все что мы видим в мироздании якобы там ученые разбираются каких-то законах природы все чепуха это все эти законы это мысли бога а мысли бога то же самое вы можете себя в роли бога почувствовать вы можете нарисовать все что угодно в своей голове вы можете всех животных всех людей сейчас заставить ходить на головах элементарно вашей голове ваших фантазиях сейчас есть вы можете рисовать за счет картинок сейчас есть компьютерная графика вы можете это компьютерный график и реализовать вообще все новый мир безумный мир где все будет шиворот-навыворот все что мы видим все бытие это мысли бога ему не сложно ничего кто читал евангелие хоть раз жизнь то знает как иисус одним словом повелевал и все происходило нет никаких законов они временные и лишь видим и в этом ограниченном пространственном временном измерении специально богом придуманным для опознания нам того чего мы с вами занимаемся добра и зла но вообще все что нас окружает это греческим языком выражаясь логос божий мысли его слова ум разум сновидение мировоззрение как хотите его фантазии его игра матрица в которой он и сам присутствует часть который является и он же ее придумывает изобретает любая его фантазия воплотима не зря говорят что любые мысли человека они реально все же когда человек в голову приходилось приходила в свое время типа книжках и научных фантазиях мы не читали все это потом сбывается все это люди потом реализовывают в жизни вот и все здесь это конечно просто он дальше потянет вот эту первую мысль что зачем наделять растением да мы сейчас будем про эту цветок мухоловку очень часто ссылается не и от молодежи затронут вопрос то есть дальше пойдет развитие тема о том что действительно если бог был умный но при этом и добрым это однозначно все равно он бы сделал так что растение тоже могли иметь возможность убежать от опасности как это можем сделать мы с вами или даже животные растение этого сделать не могут поэтому бог и умный и добрый поэтому то что бог дал человеку вкусовые рецепторы действительно еду самую настоящую еду виду растений овощей фруктов неважно орехов зерновых бобовых они не испытывают боли никак они не испытывают боль поэтому мы их потребляем и они от нас не убегают но мы еще об этом поговорим давайте почитаем если еда ну и сам факт конечно же я больше топлю всегда вот за ту сторону и мысли в этом предложении хотя она озвучена этом что тогда ваш бог труппажоров убийц убийц труппажоров это дьявол это тупой дьявол тупой бессердечный дьявол и убогом даже назвать мне язык не поворачивается это анти бог это тупой бессердечный анти бог то что бог это любовь и мудрость а тогда тот кто создал из колдар убить одних других это тупой бессердечный анти бог или дьявол всегда это противоположность бога это надо понять просто охрячу тут понимать тут две извилин надо в голове иметь ну давайте мысли это почитаем мне кажется что путаниц возникает потому что растений на самом деле живые они способны совершать невероятные и удивительные действия однако они действуют на клеточном уровне ну здесь клеточным into и инстинктивным или природным или автоматическом должна и слова лучше подходит то есть тот тот как бы закон как хотите да бог в них вложил но не чувствует этого это просто как сейчас изобретает вот компьютер автоматика в кибернетика пожалуйста посмотрите машины сами ездят уже сами ездят с автоинтеллектом они не чувствуют боль две машины с авто интеллектом столкнувшиеся с этим цифровым управлением они не почувствуют боли а вот человек который там сидит если головой обрулив дарится ли об торпеду по панель переднюю приборов вот тот почувствует боль поэтому они реагируют они действие действует на клеточном уровне и не реагирует так как представители животного мира ну то есть да не испытывают боль или радость соответственно ну и вот давайте про эту мухоловку почитаем то я тоже от труппажоров не раз конечно слышал про эту мухоловку которая цветок мухоловка покрупнее вам вот так сделаю растение способны реагировать осознанно а это значит например что венерино мухоловка ловит муху не потому что она осознает что на нее села муха а потому что она реагирует на раздражение рецепторов давления что и приводит к схлопыванию цветка это обычная автоматика которую человек сейчас придумал любая автоматика любой завод кто работал хоть когда нигде нет да у вас сейчас все это дома у нас куча автоматики у меня вот я делаю свет там с датчиком движения я иду свет включается не потому что он живой это придворный стоит с фонариком дима прошел он фонарик включает дима барин идет надо надо свет включить или вода у меня с датчиком рук я подношу это не потому что я только крахань подошел и тут как его назвать прикрановой есть придверные дворецкие даты которые мне кто свет включает как его назвать да и автоматические ворота разъезжающиеся но у меня нету автоматических ворот для машины но я жил в домах где и у друзей видел у знакомых в свое время автоматические ворота и на любом сейчас предприятия не есть это не значит что ворота такие добрые и такие понимают что дима барин приехал надо раскрыться раздвинуться и пропустить его на своем авто это же глупость с растениями то же самое это знаете и вот вот с этой же мухоловка вот венери на мухоловка цветок вот этот вот трупажоры кинут в вегана или еще куда ты таким же трупажором как лишь бы там посмеяться или вот или как аргумент а ведь и как всегда ведь что такое ложь зачастую это полуправда не зря апостол павел писал что дьявол он не приходит в виде сатаны он приходит в виде светлого ангела так и это вам бросят полуправду выдав за абсолютную правду но это не так а кто разберется в этом вопросе тот узнает и вот вам ответ пожалуйста она она реагирует не потому что это живая муха давайте почитаем я не буду даже своим словам пересказывать так что если вы положите венери на мухоловку сигарету бычок любой камешек да все что угодно игрушку лего пазл кусочек до тех пор пока и рецепторы давление будут раздражены она будет находиться в закрытом состоянии удерживая любой предмет который вы в нее поместите да цветок может потом испортится ты в него что-то положь нехорошее это же в нем в этом цветке понятно есть там какой-то сок и все что в него там попадает живое все и разлагается если вы положите что-то туда что нехорошее она убьет этот цветок заметьте она не сможет это выплюнуть у нее там лишь давление все что-то положила цветок закрылся все она может распознать этот цветок даже бог не вложил вот и в него потому что ты на нет было смысла этого цвета есть грубо говоря мух все что в него попадает просто он закрывается вот и все у этого цветка нету чувство сожаления там или радости от того что он именно муху съел или там другого букашку это просто автоматика более того кто кто понимает природу бытия что в мире существует добро и зло и ты считаешь как люди творят добро и зло точно так же и вся природа со времен грехопадения человека она вся изменилась в природе не в природе плохо и мы должны не уравняться а вся природа страдает за человека об этом так в писании сказано и ждет откровение детей божьих мозгов все эти хищные животные так называемые это все проекция человека потому что человек есть бог образ его и подобие сотворён по нему и сам выбирает и вся природа все творение как павел написал страдает и мучается до ныне из-за тупости греховности безжалостности человека и является все это в мире все эти все эти тернии и волчцы ну правда в библиках все написано бог их там до буштер питаться земля тебе произведет это проекция это это плод все что существует даже вот это вот венерино мухоловка как бы любящая мух понятно она камни есть не сможет она умрет но все это по делам человека почему я об этом и говорю почему я записывайте ролики к христианин потому что не у христианина какой бы от землянин не был хорошим и действительно он молодец и топит все хорошо но ему всегда будет не хватать вот этого финиша то что все это объясняется грехами дел человека от начала творения мира если мы изменимся изменится мир вокруг нас потому что бог уверил в нас в нам какие мы такие такой мир до тех пор пока будет существовать убийцы труппажоры будут существовать венерины мухоловки зеркальным отражением будут существовать хищники если будут изменяться люди изменится и природа веренной богом мы весь мир вокруг нас это наша проекция мы боги и дети всевышнего все мы мы образ и подобие бога этот мир это наша картина это наша книжка бог нам дал нарисовать то что мы хотим в будущем и сначала он нарисовал то за нас уж мы были еще младенцами первыми людьми и так далее дальше мы разукрашиваем сами исходить это была раскраска только с контурами мы ее конечно окрасили в черные кровавые цвета весь мир с другой стороны животное реагирует осознанно а это значит что она не 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 из не станет есть камни только потому что вы положите ему в рот животное человек ну не станет я не говорю конечно вы знаете прекрасно есть и животные бог так придумал камешки там едят чтобы желудок почистить мы и разговор не об этом мы тоже чем-то пользуемся что-то пьем что-то полоскаем до человек может употреблять некое количество яда для здоровья да там это другое мы говорим о еде животное осознает что камни это не еда и не станет их есть здесь будет уместна аналогия с дверным звонком ну и еще одну аналогию это приводит звонок но я уж тоже привел и датчик движения который это только датчик движения он может что угодно любую цепь электрическую замыкать у вас могут ворот открываться свет включаться вода включаться как у меня у цвета вода в нескольких местах да все что угодно это может быть час умный дом все на электричестве все вот на этих датчиках то же самое автомобиль который едет до звонок пожалуйста мы тут и уеда самый простой пример наверное еще из прошлого века звонок зазвонил если вы нажмете на кнопку и зазвонит не потому что он сознательная потому что он реагирует на нажатие кнопки ну и там весь этот механизм я дополню да ну и я кто знает любви тоже мой любимый пример игру брошенное с горы колесо еще не обрело жизнь мы в детстве помните покрышки находили где тоже там катали кидали их не обрело жизнь и чувствую хоть начало движение не все что движется это живая душа то что я пнул мячик он полетел он не обрел жизнь с пендаля с моего волшебного я не дал ему жизнь не вдохнул в него дыхание жизни являясь образом и подобием бога нет вдохнуть дыхание жизни человек и может кого воскресать животное там или человек так тому кому он уже возвращает душу который сотворен с душой плоть с душой я надеюсь не найдется в комментарии тупых тупожоров которые начнут приводить слова христа что если дети божьи умолкнут камни камни в запию конечно я рю можно полностью себе мозги выкинуть на помойку и и сердце доброе и конечно издеваться в ответ но вас это никак не сделает лучше я надеюсь с этим вопросом разобрались мы еще вернемся по поводу бога тут эту ту мысль мы с вами в принципе уже закончили что все это по поводу вот этой жизни движение у растений это не чувство это не нервная система там нет ума сердце все это анализирующие все это в какие-то гормоны человеку внутри как вообще радуется душа кто не может объяснить хорошо есть это плотское вот это все органы сначала чувств потом все это переходит в нервную систему где-то все это умом и сердцем вот этими обрабатываются какие-то гормоны эндорфины опять в тело выпрыскиваются что такое я вот эта личность невидимая часть никогда никому не невидимая как она начинает радоваться или страдать кто сможет объяснить никто никакая наука я просто есть кто доходит до этого совершенного познания тут перестает во всем этом я говорю ковыряться я просто есть какая мне разница как я получаю удовольствие я вот кушаю яблоко мы сейчас к вами сегодня к этой теме подойдем будьте как дети мы этим и закончим я его испытываю удовольствие это хорошо никто от этого не страдает это это и есть самое настоящее хорошо мне больно да это плохо в мире лежащем возле мне может быть плохо но я творю зло я за кого-то заступаюсь да мне больно мне палкой по хребту бьют но я кого-то заслонил мне хорошо мне по телу больно а в душе мне хорошо потому что в мире лежащем возле я творю добро я проповедую мне чаны говна на голову выливают а я все равно проповеду то что я творю добро хоть кого-то делаю лучше да за это приходится страдать не больно мне больно думать неприятно читать в ответ на мои благодеяния то что меня поносит по всем кочкам но я это делаю в мире лежащем возле потому что я люблю а любовь проявляется в делах в будущем этого не надо будет делать но здесь это так вот и все все очень просто какая мне разница где истина где правда бумажно или еще что-то если я чувствами живу как живет ребенок к этому еще вернемся давайте поеду вам почитаем потом подойдем я уже надо заканчивать а то я не могу никогда остановиться а теперь давайте посмотрим на этот аргумент с этической точки зрения потому что на самом деле мне с трудом верится что кто-то серьезно приравнивать жизнь растениях жизнь животного задайте себе вопрос если бы вы ехали на дороге на дорогу выскочила собака ну и любой другой животный неважно там олень барсучок выполз ежик сколько этих ежей передавленных кто на машине ездит особенно по сельским вот межсельским дорогам тот знает порой центром вы свернули выскочила собака вы бы свернули на траву на обочину чтобы не сбить собаку если вы ответили да то вы признаете что в моральном плане жизнь животного для вас имеет большую ценность чем жизнь растения тут я не совсем понимаю мысли это в том плане он не зря кстати сказал если вы выбираете да потому что если выбираете нет то вы вообще конченые уже конченое существо если вы тупо едете атом лось выбежал в этом на фуре его сносите еще да конечно жесть если ты настолько уже отупил ну а если ты действительно тормозишь перед всем живым это говорит и вы знаете очень хороший пример у нас дороге посмотрите любые особенно сельские что у нас на посмотрите на участок кстати вот это сказал про машину машину может быть немногие водят а посмотрите на ваш участок может быть в частном доме живете а может быть даже в больших домах где-то старики на неважно кто знает и даже очень часто и дорожки такие делают из плиток а между ними так травка растет да и какую бы ты не делал хорошую но если уж там совсем все в бетон закатал можно так двор сделать там плитка заложить очень часто если делаешь такую полу декоративную где-то в частных домах в более диких где большие объемы может быть там ты не будешь бетоном закатывать ты обычно чего-нибудь накидаешь все равно начинает прорастать среди этих камней и ты ходишь спокойно по такой вот это и даже красиво специально делают а потом все равно газонокосилкой проходится по этой плитке что конечно и подравнивать чтобы она там далеко но мелкая травка пробивается возьмите все эти все равно наши асфальты все равно среди них вот именно никто лоб начинает все это растение вы никогда не будете тормозить на машине и как вообще объедьте по той же самой обочине вот у вас картинка на экране нового на любой обочине растет такая штрафа куда ты будешь объезжать траву по траве а сам асфальт и положил то сначала сколько земли с травой с растениями или деревьев вырубил потом положил якобы сделал добро чтобы потом поэтому не ездить якобы вот это добро сделал асфальт положил чтобы по этим растениям ездили только ты села их убил получается это бред это не бывает добра основанного на зле поэтому я говорю аргумент что у растений есть какие-то чувства это туфта это чепуха это отговорка действительно какая-то говорит и назвал свои серию роликов 30 оправданий это оправдание убийств труппажоров оправдание своей похоти а перед животным ты затормозишь уточка выйдет сколько роликов сейчас в интернете благо 21 век все это видим хоп там машины тормозят там утятки какие-то переходит всем смешно у добрых людей пусть даже труппажоров не какая-то еще там светлая лучик света в душе остался они вот это все видят они там умиляются как тот там дорожку переходит ежик там переползает роста их сбивает потому что просто мы гоняем все очень быстро и там уже не успеваешь тормозить и твое экстренное торможение просто может привести к аварии к летальному исходу муж и улететь с обочины уже несешься уже давишь этого этих ежей размазывают по всем дорогам кошек собак сбивают постоянно почему превышение скорость на самом деле потому что при соблюдении скоростного режима ты сможешь совершить экстренное торможение кто автомобиль мобилист автоводитель меня поймет уж это так именно скоростной режим придуман с запасом на экстренное торможение что ты сможешь среагировать на любую ситуацию тогда бы никого на дороге не сбивали и мы тормозим вплоть мы просто не видим этих муравьев начинает опять вот эти глупости да там же и муравьи их тут еще ты не видишь их реально не видишь это несознательный грех даже и от приводит опять пример что ты видишь вдумайтесь в каждое слово ты видишь это живое существо да не видим этих червяков их может и нет там по червяку можно проехать его пополам рубишь лопатой их из одного в два он превращается это несознательный грех мы лежим мы живем в мире это огромная разница мы сейчас к этому подходим тоже это опять все в рамках этого вопроса что если я не могу вот все добро сделать мы уже с вами просто в рамках других вопросов в теме то я не веган потому что разбирали что если я типа не могу вот там в общем-то к нему вот и подходим такая чаша весов я изобразил картинку взял в принципе к этому вопросы подошли до вас его почитаем это все вот к этой теме до ко всему прочему стоит задуматься над тем что для того чтобы произвести один килограмм любого животного продукта нужно затратить 16 килограмм растений а это значит что для производства животных продуктов затрачивается гораздо большее количество растений чем для производства растительных продуктов а это значит что для производства животных продуктов убивается больше растений чем для производства растений так что если вы на самом деле верите что растения чувствуют боль они страдают имеет право на жизнь так же как и люди и животные вам все равно нужно стать веганом ведь будучи веганом вы будете приносить гораздо меньше страданий не только животным но и растениям это гениально все перевел просто в килограммы да и действительно так чтобы там килограмм мяса получить плоти живого существа его салон скормить 16 килограмм пусть за всю его так скажем до момента его убийства 16 килограмм растения в килограммах перевести уж не говоря что как можно живые души в килограмм переводить получается каждое зернышко может быть это живая душа вот вы где труп ожоры убийцы труп ожоры кто проповедует что животных есть растения душа а в колоске одна душа или в каждом зернышке колоска есть живая душа тогда в одном зернышке сотни душ тогда действует по вашей логике порой даже ты убив одно живот на ду душ убил а убивая зернышки сотни душ убиваешь но при этом чтобы вырастить твою как бы якобы внешне вы знаете убить труп ожора настолько тупы что они даже не способны цепочки выстроить логически а я одну живую душу била вот и вот сотни этих зернышек или я про это то же самое про гмо там слышал или еще что типа мясо типа сейчас даже мясо типа менее вредно чем вот это все выращенное там схеме слушай а твоему животному которого бедные убивают потом его и его чем кормили космической энергии или вот этими же самыми зернами гм и уж для животных что выращивают человек уже эти вообще невозможно настолько тупость и вот эти все конечно оправдание логики мысли вопросы труп ожоров их когда слушаешь думаешь слушай у человека вот настолько атрофируется какое-то чисто человеческое умовое развитие что он просто он несет ахинею и он даже не способен услышать голос логики лишь про истину молчу логики обычной я не буду есть там для людей выращенные овощи я буду жрать типа более экологичное мясо чепуха все что уж для животных кто пробовал кукурузу для животного выращены даже на вкус и для человека сравните я ел двери когда початки с кукурузных полей которые для животных для сельскохозяйственной нужно выращивать ее в нее зубами вцепиться невозможно я сварил съел на одну треть у меня челюсти устались коса пытаюсь есть они деревянные это свежие это не прошлогодние там нет и пока и которую сам у себя выращивал который якобы для человека я 5 початков спокойно уметаю потому что она легко грызется она тает прямо во рту и 5 можно съесть початков я ел которую туда и и грызть невозможно ты просто у тебя у меня вот тут устают челюсти что знаешь эти зерна они просто ну да понятно бык корова у нее там какие молотила и человек и боль то я еще и наедаюсь она настолько какая-то твердая деревянная как будто вот как правда мы с вами читали кому-то камней наелся это и про внешне я уж молчу что там внутри чем уж и их удобрять чтобы их там до насекомые не трогали или еще что-то поэтому и по поводу вообще количество зла 5 во первых в любом случае через животных вы будете творить больше зла и тупой аргумент вообще труп ожоров он он значит вы знаете вот то что они относятся к животным и вот это их мировоззрение насчет веганство она значит на все сферы жизни распределяется потому что что я как веганка христианин что все это одинаково ты везде смотришь одинаково то скажем еще лучше совершенное самое доброе самое светлое неважно чего это касается политики жизни науки семьи дома работы ты все смотришь с призмы лучшего что я могу сделать сам в лучшего и убрать все плохое пусть хоть что-то что я сегодня от себя могу сделать на этой работе да я в системе сама система гнила я по сути являюсь частью представительства ее представителями и частью но я на своем месте могу что-то сделать и я сделаю это логика труп ожоров а я не могу сделать все добрым стать сегодня идеальным я не буду вообще ничего делать я еще больше зла буду творить какая разница убить 1 или 10 какая разница какая разница если я убийца то можно и насиловать а можно носить тогда можно и грабить какая разница я уже в клоаке сижу это это логика просто дьявольская человека на такое дно ада спускающие что оттуда потом по моему уже не выбраться ты стань сначала веганом ты хотя бы от этого зла отрекись потом ты подумаешь у тебя сердце чуть с мозгами очиститься перестроишься ты уже подумаешь действительно есть у растений правда когда ты искренне откроешься правде и не своими вот этими тупыми оправданиями глупости меру может тогда слова иисуса все перековеркать что камни возопию у камней что рот появится иисус говорил не ну еще раз возвращаемся уже к теме уже этого речи в принципе закончились это я уже от себя так скажем добавляя после часа я так много тебя добавил конечно первая глава книги бытия всем известно вот я дал вам то есть это так размышляет он не оперся на первую главу я вспоминаю еще раз то есть мы с вами возвращаемся вы помните к это его мысли краткой если посмотреть на это с точки зрения креационизм и религии зачем доброму милосердному богу наделять растение способностью страдать и чувствовать боль но не наделять способностью убегать подобные действия никак не относится с образом умного заботливого любящего бога сотворившего все вроде от себя с верующим во что-либо религиозный не ассоциирует но сказал абсолютно правильную мысль бога сотворившую все на в бытие или в берешите торы еврейской или бытие библейской книги христиан так называемых псевдо христиан на самом деле зачастую вот я и 29 стих мы с вами вырываем но кто знает по контексту не вырваны и все могут найти контекст вот я дал вам всякую траву сеющий семя какая есть на всей земле и всякой дереву который плод древесной сеющий 7 вам все это будет в пищу и всем зверям земным и всем птицам небесными всякому присмыкающимся по земле в котором душа живая дал я вам даю дал я всю зелень травную в пищу и стало так кто дальше ссылается на девятую главу книги бытие якобы бог но и там разрешает убивать животных у меня есть ролики на эту тему сегодня здесь уже в рамках этого не буду ничего говорить найдите у меня его на канале кто не найдет пишите в комментариях я дам прямую ссылку на этот ролик там я уже все это сказал поэтому не буду повторяться есть последовательность библии это не просто набор стихов библия как евро лотерейный барабан в который стихи нарезали накидали какой достал по такому и живи нет это бред эта книга эта история прежде всего человеческих жизни через кого грехопадение прежде всего ну и потом путь восхождения обратно в рай в небесное царство через рай ну тут я уже пишу казалось бы все понятно без лишних комментариев бери исполняя живи по божьему закону блага бытия бог же не тупой садист давшим растениям чувства боли и позволишь и душам живы употреблять их в пищу для верующего человека я не знаю что еще добавить первую главу книги бытия богом любовью сотворившим мир никто не отменял если вы хотите разобраться по цепочке посмотрите почитайте вместе со мной книгу бытие на канале христа люби блины и писания и в частности вот в этом плейлисте в котором все эти ролики по веганству который называется веган во христе вы найдете все эти видео где я писал все таки еще отдельно выделяя еще раз проходился по 1 2 3 9 там главе по закону моисея где там я показал все эти места даже отдельно выделил специальный канал чтобы вы там не ковырялись библии бог же не идиот вы верующие якобы называешься верующими в бога вы иисуса христа христиане или неважно кто мусульмане хотя бы верующие в бога мусульмане там иудеи буддисты непонятно верит ли вам кто из них все равно верит в этого личностного бога или энергии кто не верит в одно начало не начало неважно верьте в какое-то высшее существо якобы благое справедливое совершенное чистая любовь вы вдумайтесь в то что вы говорите там основать на 9 ссылаясь на 9 на то как просто библию написали что якобы бог там разрешено бог по вашему это не бог это тупой бессердечный садист вот в первой главе это бог а в девятой главе если вы это исповедуете как там написано якобы все это приписывайте богу не то что это ной решил и дальше продолжать не исправить жизнь начав чистого листа после потопа не исправить грех падения прародители адам и сьеву и его убивших этого животного в раю заят поплатившись смертью и терними и волча волча сами питания от земли а продолжая эту злую линию жизни убивать животных бог ему нигде этого не заповедал когда он вышел из ковчега собрав этих животных с любовью в каждой твари по паре это он сам решает он ничего так и не понял если вы исповедуете что в девятой голове якобы бог что-то там ною говорит вы ошибаетесь вы когда нибудь в свое время пожнете плоды слои злодеяний все вы кто верующий исповедуйте что бог разрешает более того заповедует убивать животных все вы исповедуете бессердечного тупого анти бога дьявола бог не такой бог есть абсолютная любовь сотворивший все на этой земле для блага бытия если думать что бог одного живое существо сотворил с чувствами которые могут переживать боль и радоваться жизни и другое и одному неважно похоже на него как человек на человека или не похоже искал убей этого вы просто вы сами каков ваш бог такого вы какие вы таков и ваш бог вы сами и есть тупые бессердечные кто дети дьявола называть себя может как хотите христиане то верующие неверующие мусульмане иудеи вы просто дети дьявола вот и все ну и конечно же куда без евангелия без нового за это без христа иисус призывал нас стать как дети чтобы войти в небесное царство это из той же серии который сегодня уже вспомнил что камни запиют естественно иисус нам об этом говорил стать детьми не по возрасту физическому плоти и не по уму в плане там познания в какой руке ложку держать или пересекаются или нет параллельные прямые во вселенной об этом апостол павел так хорошо сказал чтобы мы на злое были младенцы а по уму были совершеннолетними по уму здесь павел опять говорит совершен по уму по добру по святости по совершенству об этом пауза играл по любви уж у павла словосочетание совершенства любви познания обоженности это постоянное слово совершеннолетие по уму подразумевает любовь добро в добре стать совершенными убийственный аргумент для убийства пажоров это эксперимент с яблоком и кроликом таких постов в интернете полно да дайте ребенку они подписаны некоторые не подписаны дайте ребенку кролика и яблоко если он начнет играть с яблоком играть дружить обниматься и есть кролика ваш ребенок хищник и действительно так если вы дадите нормальному ребенку с детства вообще младенцу 1 2 3 4 5 еду и живое существо то любой любой младенец начнет есть овощи и фрукты или что ему там дали съедобные и никогда не начнет зубами в цель вгрызаться в живое существо которое с ним играется ластиться его трогай пока вы этому ему не научите вообще меня сколько я вот подвел к истине людей которые приняли ты стены и потом я узнавал что они со своими детьми им веганство не проповедует не 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 ставит им ультиматум в том плане ты если они еще в их подчинение так скажем родители зарабатывают готовят то они просто у них просто дом превращается веганскую кухню это раз а если уже дети пусть даже выросшие имеющие свое мнение но еще не зарабатывающие игры они едят то что у них на столе пожалуйста будешь зарабатывать пусть еще ребенок я в 16 лет пошел работать я в 14 15 уже подрабатывал летом между летними в летние каникулы пожалуйста заработал можешь пойти себе заплатить за убийство и пожрать этот труп сам заработал пожалуйста на мои деньги ты этого делать не будешь ты мой стол ты у меня в гостях неважно это нет никаких наших детей ними не наших во христе нет ни мужа ни жены ни женского ни мужского ни отца ни сына мы все равны царство небес не будет никаких родителей не будут бабушки и дедушки даже бог будет нам другом иисусом христом как и был здесь на земле он не не будет нам не отцом не дядюшка не дедушкой не сыном не женихом даже не невесты хоть этот образ и есть он будет сам настоящим другом дружба это есть совершенство любви совершенство жизни мужа и жену все что отличает от дружбы с другими людьми это сексуальные получение удовольствия через сексуальные через секс как еще сказать неважно сексуальные игры или развлечения как угодно дать ну тупо секс да все ничем не отличается вы знаете это самые действительно как и убийственный аргумент мировоззрение убийство пожаров я об этом тысячи раз тоже говорил дети срывают огурчики мы сами говорим детишкам пойди мне там щавельку кто на дачах там или в частных домах живет поди это пойти то никто ребенку своему не говорит в 3 в 5 в 7 в 10 лет в 15 даже ну уже может тупой родители уже когда тот подрос что иди курицу зарежь да но нормальный человек нормальные здравый даже будучи сам еще убийцей трупажор вряд ли до лет там 13 я не знаю скажет иди там свинью зарежь кто видел как это происходит это жесть вообще зарежь разделы как все это делается это просто жуть это просто жуть я говорю вот родители которые веганы еще и своих детей к этому не как тип но это же дети я не могу запретить я мне таких смотрю мне кажется вы сами вы не веганы вы какие-то просто такие же тупые идиоты то ли вы не понимаете элементарных вещей как ты сам якобы проповедуешь что это зло сам у дешевых проплачиваешь или это делаешь я вот этого понять не могу на тебя твой же ребенок смотрит и поняли что ты просто беспринципный человек ты какая-то мякотная блевотина ты якобы веган но мне покупаешь чего ваш ребенок поймет чего он научится да ничему это какой-то бред вообще я сам не насилую но сын захотел дочь изнасиловать я тебя подержу жертву так что ли это выглядит я вообще не понимаю вообще не понимаю это любого греха касается это никакая не любовь родительская это дурость это тупость я смотрю на таких людей мне никакого уважения доброты к ним вообще не вызывает вы мне вызываете какое-то отвращение это как иисус говорил лучше бы для таких вообще не познать истину вернее апостол павел так выражался до нежели познав вернуться на свою блевотину в якобы вы вы порочите веганство вы порочите свою собственную жизнь свою святость в глазах своих же самых детей у вас нет принципов вообще никаких то же самое с родителями я своим сказал но с матерью я не общаюсь отцу я сказал будешь немощный все что по вегану я тебе сделаю нет извини я ему сказал тянет никакого морального права даже заикаться что я нехороший человек если придет какой-нибудь врач узнать что я тебя тут веганском пичку да и заикнется что я якобы плохой сын я его пендаль дам под зад и пусть он летит из этой квартиры или сам разбирайся нанимайте сиделку я тогда за тобой дохаживать не буду у тебя нет никакого морального права не то что там укорять даже просить меня об этом чтобы я сходил в магазин купил тебе трупажа и жрятина этой никакого морального права нет я показал им ролики где убивают этих я это что добро кроха сын к отцу пришел и спросила кроха что такое хорошо что-то плохо или это сын учит отца что такое хорошо что такое плохо и армада чего докатились или ты хочешь сказать что это хорошо не падай в моих глазах это бред какой-то это все элементарно понять почему мы закрываем деткам глаза когда там какая-то собака кто-то сбивает там на глазах или еще что-то с детства мы сами учим срывать растения не учим убивать с детства мы я тут кстати аналоги вот я а то тоже я понимаю тупость трупажоров бессердечье какие-то аргументы слышал какие-то самому в голову даже приходит уже ну потому что все может все шаг в голову приходит имеет место бы значит это у кого у кого-то трупажор есть голове но мы же с детства типа детей не учим сексу с детства сами их учим срать растение что с детства мы не учим их сексу до полового созревания это не нужно делать а нужно сделать после но жажда тем более под но жажда или тем более потребность убивать не просыпается в человеке с годами это выбор человека это моя запись и теперь своими словами от того что мы секса не учим это же не показываем детям как это делать это только потому что они действительно к этому не готовы идет созревание человека но нормального родителя когда пришло бы время полового созревать своего ребенка и он это явно не сможет не заметить девочки или мальчик по разным причинам потому как он выглядит что он делает как он общается чем он интересуется я думаю любой родитель поймет когда это наступило да особенно если они являются друзьями своим детям и те с ними общаются и уже что-то им говорят что ему там девочка понравилось я хочу там в кино и сводить все и нормальный родитель и покажет и расскажет но сейчас покажет я понимаете образно говорю обо всем об этом можно поговорить рассказать поделиться личным опытом жизнь уже рассказать кто ты был до этого может я была не одна мама или не один папа что ты грешил или не грешил в этом плане какие-то дела что ты считаешь правильным что неправильно я не говорю там позами делиться то это и то же самое что к еде это дело вкуса как кому целоваться до сколько минут в щечке или в засос это дело каждого массировать ножки не массировать это же такой бред не я имею до об общих понятиях об этих секс это не грех об этом с ребенка в том числе надо поговорить грех из ты будешь сексе причинять боль да если ты изменишь своему мужу и жене партнеру это грех на что причинишь ему боль об этих вещах надо поговорить поэтому и это естественно возникает в каждом человеке нет человека не созревшего пола слуху тоже половой ты не достигшего половой зрелости ну смысле все не погиб это богом заложено это природа а убийство это лишь воспитание родителей и возможно как у адама с его понятность ты на вольный хлеба отпускаешь или берем первый пример адама с евы да это добровольное желание попробовать а что это ну или как у достоевского до тряпка я или могу бабку убить из преступления наказания помнить блохая или в израиле это я уже добавляю только такими тупыми аргументами можно еще это сделать но это сделав раз доброе сердце увидишь что сделал зло и в этом раскается больше так никогда делать не будет вот и все все вот это вот настолько просто и понятно но я тут так в конце написал что взрослее человек реально тупеет и каменеет сердцем посмотри внимательно себя со стороны в детстве приходит ли ребенку в голову это дьявольская мысль убивать животное сажать его труп конечно нет сегодня в принципе у меня все по поводу растений я надеюсь всем и так понятно были разные аргументы разобрали по поводу одного оправдания внутри еще несколько микро каких-то вопросов оправданий принципе добавить мне уже нам нечего я выложился на полтора сайт так ролик не знаю кто их смотрит всей жизни не хватит но я надеюсь у вас что-то стало наехали как себя на всех и даже на вегана в том плане что если вы веган не воспитывайте своих детей вы не веган вы лицемер обычный вот и все тебя вдруг там чё-то пробрало а как же правда а как же истина в смысле ты можешь веган какой-то не знаю в своих глазах но ты не святой человек ты не бог и не образ и подобие иисус придя на землю бог явивший плоти говорил всем правду в лицо проповедовал истину и сказал что он принял пришел не не мир принести на землю но меч но разделение до тех пор а между кем это разделение между грешником и праведником и неважно это муж или жена отец и сын дочь и мама свекровь и невестка до тех пор пока не грешник а ты встал на путь святости вы разделитесь вы можете иметь какое-то социальное общение по необходимости вы что-то делаете но когда встает остро вопросы участия тем более ты не можешь участвовать в грехах человечества даже под страхом не то чтобы здоровье самой смерти уж я молчу какие-то там унижения оскорбления плевки косой взгляд свою сторону ты должен объявить себя миру кто-то есть это очень важно очень важно поэтому хоть сегодня вопросы по поводу растений более но увидите и заканчивая всегда одним это тоже очень важно и важно в веганстве активизм хочу напомнить кто еще не выключил этот ролик если вы не распространяете истину вы не истина тоже иисус сказал кто постыдится меня под словом меня иисус христос прочитайте евангелие когда-нибудь заменив слова христос и сам и самого его даже видение образ его имя его все фразы относительно себя насладно несколько слов истина то что я есть истина жизнь правда любовь добро я из свет вот замените когда он говорит о себе на слова я истина я любовь я добро кто постыдится меня а веганство это истина потому что это любовь к животным кто постыдится веганство тот не достоин меня кто не исповедует меня веганство перед людьми того и не я не исповедую и в догоночку кто не собирает со мною тот расточает а чего вы собираете детей своих в аду котлетки в жаре или родителям бред это тяжело я знаю да тяжело у меня у самого в думке это опытом не проходил я всем говорил я все прохожу опытом хотя я не могу быть во шкурах в ситуациях всех людей на земле мне там бабушка кто-то там я вот за ней дохажива она уже не поймет поймет она поймет надо что-то делать мы не знаем как бог все это управит всю эту ситуацию поймет не поймет пусть не понимает пусть есть это это нужно делать посмотрите кто христианин аисуса христа как он действовал мы в этой жизни не чтоб гладить грешников по головке это неправда это неправильная жизнь это не христианская невеганская жизнь гладить грешников по головке это не заповедь это не любовь к грешникам любовь к грешникам это говорение и правды запомните это раз и навсегда и и и и и и и и